Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире о том, чем жила Самара. Сегодня вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главные темы выпуска. Птичку жалко. В Самарской области официально установлен карантин. Что ждет Старую Самару? Власти, строители, архитекторы собрались, чтобы обсудить судьбу исторического центра. Короткая дорога в армию. На контрактную службу теперь берут даже студентов колледжей. Прогноз на сотрудничество оптимистичный. Чешская делегация приехала в Самару. Пешком по Самаре экскурсоводы подтягивают знания к Мундиалю. Из-за вспышки птичьего гриппа в Самарской области установлен карантин. Распоряжение подписал губернатор Николай Меркушкин. Неблагополучным признали поселок Красная Горка Челновершинского района. Все дороги к нему сейчас закрыты. Работает КПП с дезинфекционными барьерами и камерами для обработки одежды. Также в районе запретили торговать птицей, а ветеринары дезинфицируют все подворья. Карантин отменят не раньше, чем через 21 день после уничтожения всего восприимчивого поголовья в неблагополучном районе. От вируса уже погибли 15 кур. Всего в зоне поражения, по данным МЧС, находится около 5000 голов домашней птицы. Напомню также, что в середине марта хворостянском районе Самарской области произошла вспышка африканской чумы свиней. Границы смещены. Теперь исторический центр Самары будет не от Полевой улицы в сторону Хлебной площади, а от Красноармейской. Такое решение единогласно приняли на градостроительном совете при главе города. Олег Фурсов поручил начать работу по формированию документов, на которые в будущем будут опираться архитекторы и застройщики, чтобы не уродовать, а украшать облик города. Мнение сторон выслушала Марьяна Мирная. Жаркий разговор. Больше трех часов архитекторы и строители обсуждали строительное будущее Самары, а точнее ее исторического центра. Вековые дома и целые кварталы с уникальным прошлым не должны сгинуть. Для застройщиков эти территории всегда были медом намазанным. Дорогая земля, близость Волги и туристическая привлекательность. Каким образом можно регулировать застройку на территориях, которые относятся вроде бы к исторической территории, но в которой уже возникла новая градостроительная реальность. Она уже новая. Там уже совершенно иные параметры застройки, не учитывать которые уже невозможно. Если сохранить в том виде, в котором есть, то есть просто сохранить, мы получим неудовлетворительные параметры среды. Архитекторы, напротив, настаивают на сохранении в первозданном виде зодчества, которое осталось нам от предков. Ведь кроме материальных сокровищ есть еще и духовные. Уникальной является среда самарская. Ее надо сохранять. И в этом смысле, чем больше памятников, тем лучше. И вот та концепция, на мой взгляд, она абсолютно современная и актуальная. Чем больше мы спасем старой Самары, тем лучше. Вы же видите, какой напор у нас от строителей идет. Их невозможно удержать. И все же удержат. Глава Самары Олег Фурсов, подводя итоги встречи, заверил, что высотки в историческом центре больше не появятся. Да и в остальных районах города контроль за строительством со стороны властей будет усилен. Было принято компромиссное решение о том, что выделяется так называемое историческое ядро. Это от улицы Красноармейской, братьев Коростылевых в сторону Самарки и Волги, где будет ужесточен режим строительства. И там будут предприняты меры для того, чтобы сохранить в первоначальном облике внешний вид тех зданий, которые составляют ценность города. Участок от Красноармейской до Полевой, с учетом того, что там анклавное строительство уже осуществляется, там будет режим несколько более слабый, чем в историческом ядре, но тоже под контролем города и архитектурного сообщества. По итогам градостроительного совета было принято решение о разработке четырех документов. Концепция пространственного развития города, проект детальной планировки, местные нормативы градостроительного проектирования и выделение зон с особыми условиями территорий, связанных с охраной культурного наследия. В ближайшие полтора года эти документы будут готовы, что выведет строительство в Самаре на другой уровень. Мариана Мирная, Григорий Плешаков, События. За сохранение исторического облика Самары выступают и жители. В Ленинском районе прошли общественные слушания по теме застройки 109-го квартала. В квадрате улиц Ульяновской, Садовой и Самарской Вилонской по проекту должны появиться 7 17-ти этажек. Но вот устраивает ли это жителей, выяснила Алина Чемерис. Зал 12-й школы, рассчитанный на 400 человек, заполнен почти целиком. На общественных слушаниях жители Ленинского района, общественники, депутаты, педагоги. Все они пришли высказать свое мнение по поводу застройки 109-го квартала. На территории этого района есть одна школа, шестая. Она уже переполнена, мы учимся в две смены. И, к сожалению, расширение пока не планируется. Кроме того, есть поликлиника, которая тоже не резиновая. Люди сейчас сидят в очередях по талончикам по времени. А в период эпидемии детская поликлиника, врач не успевает пройти все вызовы, потому что детей намного больше. Во-первых, это уродует город, и такое количество квартир повлечет за собой огромное количество машин. Уже на сегодня в этом районе довольно тяжело парковаться. Количество парковочных мест, которые планируются при вот этой застройке, довольно небольшое. Вилоновская, Самарская, Ульяновская, Садовая. Квадрат этих улиц называют 109-м кварталом. Здесь множество зданий родом из прошлой эпохи. И памятник архитектуры, усадьба Зеленка. Многие дома здесь давно пришли в негодность, и квартал требует реконструкции. Застройщик, готовый ее провести, нашелся. В планах у него строительство 7-17 этажек. Именно в этом квартале уже сейчас, на данный момент, присутствуются 33-этажки. То есть уже параметры многоэтажной жилой застройки. Я не говорю, что 17-этажки – это выход. Я говорю о том, что это требует дальше проработки, именно в рабочей документации, согласования с главным архитектором города, согласования с жителями. Я считаю, что там должна быть уникальная архитектура. Мы 50 лет ждем, когда нас снесут. Вот мы рядом, вот эти все деревяшки, мы все там живем. И мы все, представляете, в центре города вода из колонки, туалет на улице, извините меня, да, печное отопление дровами в центре города 21 век. Как вы думаете? Мы не то, чтобы там многоэтажки строить, мы за то, чтобы нас снесли. Те, кто против многоэтажной застройки, согласны, что реконструкция квартала нужна, но при этом важно не увеличить нагрузку на школы, поликлиники и парковки и сохранить внешний вид района, который входит в туристический маршрут. Мы однозначно говорим нет 17-этажным зданиям. Мы однозначно говорим о том, что эту часть города необходимо застраивать. Но речь должна вестись все-таки о домах, которые не окажут существенной нагрузки на существующие, в первую очередь, социальные объекты, инфраструктура. И второе, чтобы эти дома, они все-таки соответствовали в целом виду нашего города. К решению вопроса активно подключились и общественные советы. Их представители также высказали свое мнение на слушаниях. Портится исторический вид города, и нарушены все нормативы, и нет социальной инфраструктуры достаточной для данного района. Мы поддерживаем право жителей Ленинского района на благоприятные условия жизнедеятельности. Теперь по итогам слушаний будет составлен протокол, который до 31 мая должен появиться на сайте администрации Ленинского района. Результаты обсуждений учтут, когда будут принимать окончательное решение о судьбе 109 квартала. Алина Чемерис, Василий Калдашов, События. Из колледжа в армию и за деньги. По новому федеральному закону теперь выпускники средних профессиональных учебных заведений могут вместо того, чтобы отправиться служить по призыву, выбрать службу по контракту. Постепенно российская армия переходит полностью на контракт на основы. Специалисты с навыками приветствуются. Почему молодые люди с дипломами СУЗов так хотят идти в армию, выяснила Марина Кравцова. В руках диплом юриста за плечами учеба в колледже. И с этим багажом самарец Сергей Сухинин отправляется служить в армию по контракту. Сначала на два года. Выбор сделан осознанно. И сама служба для молодого человека интересна. И с поиском работы выпускнику колледжа мучиться не придется. У меня все друзья служили. Вообще все прошли срочную службу. Есть друзья, кто по контракту служит. Все довольны. О своем решении никто не жалеет. Хотел бы, конечно, попасть в элитную тоже. Куда-нибудь. В ВДВ, либо спецназ. Причем по контракту в армии Сергей сразу будет получать хорошую зарплату. На первом этапе это 20-27 тысяч рублей, а в перспективе она может вырасти и до 60-70 тысяч. С 12 мая в силу вступил новый федеральный закон. И теперь заключить контракт могут и выпускники средних специальных учебных заведений. Даже те, кто срочную службу в армии не проходил. Раньше же в контрактники брали только тех, кто уже побывал срочником, либо людей с высшим образованием. Конечно, сначала предстоит пройти медкомиссию, специальное тестирование, приветствуются и спортивные достижения. При определении места службы учитываются пожелания будущих профессиональных военных. Плюс для молодых людей это выбор, трудоустроиться, возможность карьерного роста. Предлагаем варианты заключения контракта на территории Самарской области. У нас много воинских частей, где есть потребность молодых людей. Ну и пожелания, конечно. За полторы недели уже больше сотни выпускников СУЗов решили пойти служить по контракту. В современной российской армии нужны специалисты с профессиональным образованием. Особенно техническим связисты, механики, водителя. Сейчас в армии идет большое переоружение, поступает новая техника. Поэтому специалисты со средним образованием очень нужны армии. Перед тем, как приступить к службе, молодым людям еще предстоит пройти трехмесячную подготовку в учебном центре, где они станут военными специалистами. А карьерный рост у выпускников колледжа, техникумов и училищ в армии будет быстрый. Через год они могут получить звание прапорщика. А если решат продолжить образование в военном училище, то офицерские погоны. Плюс жилье и все полагающиеся военным льготы. Марина Кравцова, Максим Гусев. События. В армии больших денег, конечно, не заработать. А вот какие сферы оказались наиболее прибыльными, рассказал Минтруд. Подробности у нашего экономического обозревателя Ларисы Шалафаст. Здравствуйте! Нефть сегодня дешевеет. Баррель марки Brent стоит 53 доллара 30 центов. Валюта дорожает. Курс на 24 мая. Доллар 56 рублей 55 копеек. Евро 63 рубля 61 копейка. Золото стоит 2280 рублей. Серебро 30 рублей 79 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 56 рублей 88 копеек. Дороже всего продать за 56 рублей 56 копеек. Минтруд представил рейтинг самых высоких и самых низких зарплат в стране. Больше всех в прошлом году зарабатывали россияне, задействованные в финансовой сфере. В среднем 78 тысяч рублей. Меньше всех в сельском хозяйстве, где зарплата не превысила 21 тысячу. Ставка по ипотеке в России может достигнуть исторического минимума в 7% уже к 2019 году. А GM АвтоВАЗ приостановил конвейер на неопределенный срок из-за срыва поставок комплектующих. На этом все. Удачи в делах. Дружить регионами. В Самару прибыла делегация из Чехии. Представители органов власти и бизнес-сообщества обсудили возможности экономического сотрудничества. В Самарской области уже представлены чешские предприятия, в частности завод по производству свечей зажигания. Сейчас участники деловых переговоров ищут новых партнеров и новые направления сотрудничества. Подробнее в сюжете Марина Матвеевшиной. Чехия вырывается вперед. Количество запросов на шенгенскую визу в эту страну из России резко возросло с начала этого года. И уже достигло предрекордного уровня. Интерес чехов к России и Самарской области в частности тоже растет. Особенно экономический. Глава чешской делегации посол Владимир Ремик уверен, лучше всего укреплять связи в регионах, а не в столицах. У нас стоит во главе угла, особенно сотрудничество с регионами России. И Самарская область, в принципе, в более широком смысле слова, и побольше, она является, естественно, одним из самых удачных регионов Российской Федерации. Основная цель визита чешской делегации в Самару – переговоры о сотрудничестве с представителями власти и предпринимателями, а также изучение возможностей сотрудничества между регионами. Очень высокая заинтересованность чешской страны в наших контактах, в развитии и гуманитарных проектов, и в развитии проектов, связанных с экономическими направлениями. Вы знаете о том, что у нас чешская экономика присутствует на территории Самарской области. Развивается, новые предприятия открываются. Перспективы нашего сотрудничества имеют положительную динамику развития. Опыт будет очень полезен. У нас есть исторический опыт сотрудничества между фирмами. Был не очень хороший опыт. Но сейчас отношения наладились таким образом, что сотрудничество стало интересно и только налаживается. Чехия входит в состав стран Евросоюза. И после введения санкций были опасения, что экономические отношения с Россией пойдут на спад. Однако участники переговоров уверены, даже в таких условиях можно увеличивать товарооборот. Я в этом смысле оптимист, потому что статистические данные подтверждают это мнение. За первые три месяца этого года товарооборот между Чехией и Россией вырос на 31%. Чешская страна, чешские компании делают высокотехнологичное оборудование. Наша компания заинтересована в покупке оборудования и применимости на наших предприятиях. Чешские технологии присутствуют, в том числе и на предприятиях оборонного комплекса. Это очень важно. Они создают новые высококровительные рабочие места. Чешская делегация проведет в Самарской области 4 дня. На это время запланированы визиты на предприятия региона. А также в режиме нон-стоп проходят переговоры бизнесменов Чехии и Самары. Марина Матвеевична, Сергей Баскин. События. Далее коротко о других событиях дня. В Самаре стартовал капитальный ремонт главной площади города. На площади Куйбышева, которая официально стала фан-зоной Чемпионата мира по футболу, приведут в порядок все четыре сквера. Спилят сухие деревья, обновят цветники, отремонтируют все коммуникации. Сделают систему автополива. Заменят весь асфальт, в том числе и на прилегающих улицах. Кроме того, дополнительно там установят новые электроподстанции, чтобы обеспечить круглосуточную работу все аппаратуры во время проведения в Самаре-Мундиале. Ремонт должен завершиться уже в текущем году. В Самаре собираются добавить в местное законодательство основания для ограничения движения транспорта. Оно коснется тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, которые перевозят опасные грузы. Губернская дума рассмотрит поправки на ближайшем заседании. Как отмечается, появление новых ограничений требуется в связи с подготовкой к чемпионату мира. Меры объясняются стартом ремонта и реконструкции многих дорог. Движение в Самаре ограничено и во время последнего звонка. 25 мая в четверг с 2 часов дня до 15.00 закроют участок по Ленинградской от Куйбышева до Максима Горького. Кроме того, будет запрещена стоянка автотранспорта на Галактионовской от Некрасовской до Венцика и на Ленинградской от Куйбышева до Максима Горького. Урожай о зимах в Самарской области может погибнуть. Из-за холодов в мае растения развиваются с серьезным отставанием. Специалисты негативно оценивают произошедшее. По сравнению с прошлым годом, растут о зимы значительно хуже. Несколькими годами ранее на Повожье обрушилась серьезная засуха, которая полностью погубила урожай. По мнению специалистов, производивших сравнения, даже тогда посевы развивались лучше. Тем временем в Самарский регион пришла новая волна холода. В ближайшие ночи в Самарской области прогнозируют заморозки. Местами пройдет кратковременный дождь, будет дуть северный ветер. Температура в пределах от 3 до 8 градусов. Днем тоже ожидаются кратковременные дожди. Воздух прогреется от 11 до 16 градусов. В среду будет чуть теплее. Весеннее настроение в подарок в Самаре прошел уже 19-й по счету фестиваль мордовской культуры «Мастервань Тунда». Это национальная традиция чествовать землю с приходом нового аграрного сезона. Причем подобное торжество есть у других народов Самарской области, а потому праздник отмечают все диаспоры. Концерт, декоративно-прикладное искусство и вкус мордовской лепешки оценил Олег Зверев. Они поют о том, как прекрасна родная земля, но не красная изба углами. Все, что есть в мордовской национальной кухне, в этот день представлено на одном большом столе. «Мастервань Тунда» – по-настоящему народный праздник, весна матушки земли, который дает благополучие и пропитание. Это у нас бачалки называется, вот, пожалуйста, блинка на чинкамара, салведь, это окрошка, табакс, это картошка, мятая пюре, но испеченная в духовке. В Доме дружбы народов сегодня многоцветие национальной одежды. Мордовский костюм в начале прошлого века становился фаворитом модных показов Парижа, сегодня снова актуален и на праздники, и на работе, и в подделках народного творчества. Кухлы-обереги Василий Пичугин привез из Мордовии, и булава теперь уже не холодное оружие, а скорее сувенир. Люди любят красоту, она красивая, это дерево, это дерево из мордовских лесов, это липа. Праздник национальный, мордовский, но по традиции отмечают все вместе. В Самарской области десятки национальных диаспор, и на сцене поздравления звучат на разных языках и на речиях. У всех народов, которые проживают в Самарской области, у всех есть традиция весной отмечать такой праздник. Благодарить нашу землю, друг друга, благодарить небо, солнце, что мы есть, и что они нам дают возможность вот такого нового раскрытия. Вот рядом Чувашская организация, у них такой же праздник, у Осетин тоже сегодня праздник. Олег Зверев, Василий Колдашов, События. До чемпионата мира по футболу остается чуть больше года, чтобы не пропустить первый матч. В Самаре в эти выходные на Ленинградск установят специальные часы, которые начнут обратный отсчет. Экскурсоводы тоже готовятся к Мундиалю, подтягивают знания, проходят аккредитацию. В городе уже разработали несколько пешеходных маршрутов, специально для болельщиков. На первую презентацию побывал наш корреспондент. Кристина Перфилова водит экскурсии по Самаре уже седьмой год. О городских тайнах и достопримечательностях может рассказывать путешественникам часами. Но чтобы работать во время Чемпионата мира по футболу, Кристина должна сдать экзамен по профпригодности и успеть получить аккредитацию до конца марта 2018 года. Тестовая экскурсия проходит по самой большой площади Европы – площади Куйбышева. Наш город такой удивительный, что ни сказать и ни рассказать о нем невозможно. Немногие знают, что каждый объект – это настоящая жемчужина. И вот такое самарское архитектурное ожерелье собирает каждое здание. Когда-то еще Пастернак говорил, что Самара – маленький кусочек Москвы, выхваченный и пересаженный на Волжский берег. Чтобы работать экскурсоводом на Чемпионате мира по футболу, гиды проходили двухгодичные курсы повышения квалификации. Они не только знают историю Самары, но еще и физически подкованы. Пешеходный маршрут, он достаточно интересный, интенсивный и требует определенных физических навыков. Ну, неоднократное прохождение радиальных маршрутов, неоднократная тренировка, неоднократный осмотр тех или иных объектов показа и рассказа, он свидетельствует о том, что они достаточно выносливые. Специально для Чемпионата мира по футболу разработаны пока три пешеходные кольцевые экскурсии. Темы – городская архитектура, история авиапрома и, конечно, футбол. Крыльям советов – 75 лет. Два таких маршрута, которые максимально позволят объединить все достопримечательности в этих экскурсиях. На маршруте представлены и театры, на маршруте представлены объекты культурного значения, представлены объекты религиозного культа. Это, по сути, знакомство с городом, для того, чтобы уже болельщики определились, когда приедут они в следующий раз, куда именно в город за ней пойдут. Еще одной достопримечательностью в Самаре станет больше. 27 мая в субботу на Ленинградской 61 установят часы обратного отсчета до Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. В два часа дня почетные гости, государственные и общественные деятели, футбольные функционеры и послы запустят отсчет до первого матча турнира. Такие часы уже идут в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Сочи и Казани. А в этом году их запустят и в остальных городах-организаторах чемпионата. В Екатеринбурге, Калининграде и Волгограде. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События. Жесткие удары и болевые приемы. В Самаре прошла битва на Волге. 11 зрелищных боев увидели поклонники смешанных единоборств. Среди них был и Сергей Кизоркин. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. Значит, вы смотрите самарские новости спорта. В Самаре прошел вечер смешанных единоборств, битва на Волге. Главным поединком стал бой по правилам грэплинга между легендарным бойцом ММА Джеффом Монсоном и действующим чемпионом мира по грэплингу и панкратиону среди ветеранов самарцем Леонидом Хапчиком. Бойцы провели один раунд, по итогам которого судьи присудили ничью. Бой прекрасно прошел, но хочется еще раундов, еще встреч. Потому что один раунд как бы разогревочный, но это было пробное такое событие. Поэтому я думаю, что в следующей встрече, ну конечно, если город нас поддержит, мы будем еще неоднократно встречаться им с многими другими ветеранами. А перед главной встречей вечера прошло 10 боев среди участников. Чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов самарский спортсмен Шамиль Абасов, а также чемпионы мира Европы по боевому самбо, панкратиону ММА и рукопашному бою из России, Казахстана и Украины. За молодыми бойцами следили специальные почетные гости турнира «Звезда UFC» российский боец Хабиб Нурмагомедов и чемпион мира по ММА, актер, режиссер, кинопродюсер Олег Токтаров, который отметил высокий уровень организации турнира. Есть шоу программы, то есть подготовлено, понимаете, если два мальчика выходят биться молча, никому это не интересно. Когда идет подготовка, музыкальное сопровождение, правильно поставлена камера, правильные углы, потому что даже снять не каждый умеет. Федерация смешанных единоборств Самарской области впервые проводила такой масштабный турнир. Опыт оказался удачным, говорят организаторы. И бои получились зрелищными, и в зале был аншлаг. До последнего переживали, и потихонечку, когда началось наше мероприятие, начинался заполняться наш зал, до последнего переживали. Не верилось, что в таком масштабе будет данный турнир. Мне кажется, удалось все на 100%. Следующий большой вечер смешанных единоборств в Самарской области пройдет 4 ноября. Тольятти примет крупнейший турнир Fight Night Global. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин